Всем почули, добро пожаловать на мой канал Парфюмерии. Сегодня мы поговорим о новинке Марк Антуан Боруа Тилия. Если вам интересно узнать, чем пахнет этот аромат от Квентин Биша, оставайтесь на моем канале. Наконец-то выбралась в магазин и не могла не пройти мимо. Конечно же я пришла нацелена Крит, Квин оф Силк. Отдельно обзоры, если вам интересен этот аромат, смотрите на моем канале. Ну и конечно Марк Антуан Боруа, не такой огромный бренд, там несколько ароматов, по-моему это четвертый аромат. И конечно Ганимет я купила по итогу, распаковку, покупку я снимала отдельно, также есть на моем канале. И аромат про липу, аромат, который уже многие купили и были только хорошие отзывы, что если другие ароматы Марк Антуан Боруа вы не могли носить, то Тилию вы сможете носить, потому что это красивейшая, натуральная, нежнейшая липа. Хм, липа. Если бы я не знала, что это липа или что там липовый цвет, наверное я бы даже не поняла. Я ожидала, что аромат будет нежный, вот как липовый цвет, как липовый чай, вот это такое слизистое, слизкое. Но липу мне пришлось здесь поискать. Аромат стартовал нежно, приятно, такие цветочки, как будто, да, вот есть нежность, вот эта вот мягкость от липы, но что это именно липа, лично я не поняла. На коже он держался очень хорошо, после смыва я все равно его слышала, сутки блотеру и он пахнет довольно-таки нормально. То есть есть ароматы, которые ярче, но я прям вот слышу отчетливо, вот эта база, она еще осталась, аромат довольно-таки стойкий. И единственное, что когда я нанесла, я думаю, ну что-то знакомое, ну вот что-то я вот уже слышала, у меня как будто есть этот аромат. Я вот думала, думала, ломала голову, для меня не было конкретно вот прям сравнения аромата, что прям вот это один в один или вот прям схожий. Но чувство, что я уже такое слышала, не скажу, что в люксе, скорее всего, в нише, возможно, вот это даже какая-то такая лаковая что ли нота, ну вот не пугайтесь, не сильно химозная, но какая-то такая цветочно-кислая, какая-то немножко деревяшечная что ли, покрытие лаковое. Может быть, это что-то мне напоминает от Шанель, их премиальной линейки. Но вот ощущение, вот даже сейчас осталось, до сих пор такое же, просто какая-то головная боль от того, что это за аромат. Ломаю, ломаю голову, вспоминаю, не приходит мне пока на ум. В базе аромат я думала, вот явно слышна, что это тематика Марк Антуан Баруа. И думаю, то ли он похож на ганимет больше, то ли он больше похож на, как же он, как он называется, поставлю картинку, вылетело из головы, тот аромат, который я хочу. Я даже думала его прежде всего купить, чем ганимет. Он такой яркий, кислый, деревяшечный, там для меня как будто какая-то маракуйя, прям обалденный аромат. И думаю, ну вот это знакомый какой-то один из них. Но все-таки я остановилась на том, что на ганимет он все равно не похож. Ганимет более холодный, металлический. Но вот эта вот деревяшечная база в любом случае этого бренда здесь остается. И он, по итогу, я пришла к выводу, что это облегченная версия вот этого деревяшечного аромата. Тот прям яркий, кислый, напористый, он так долбит, он раскрывается. И вот как вот он остается, так его звучание и продолжается. Здесь тоже есть какие-то такие кислые, приятные, фруктовые деревяши. Плюс вот эта вот цветочность, плюс вот это, да, может быть где-то какая-то химия в плане лака, что-то, покрытие какого-то. Но она прикольная. Если вы не могли носить вот этот аромат, вылетело из головы, то вот этот, скорее всего, вы сможете носить. Слепую я в любом случае не брала, потому что он не прям-прям няшный, он не прям-прям-прям такой, в любом случае усядется. И я думаю, что для кого-то все равно он будет довольно-таки какой-то назойливый, несмотря на то, что он смягченный. Вот эти вот странные цветочные, может какие-то мыльные ноты, что ли, ощущение какого-то кускового мыла. Не скажу, что здесь только липовый цвет, но здесь, по-моему, и жасмин присутствует. То вот эти ноты, они такие немножко странные. Вот знакомый аромат, может быть, что-то от Синтетик Джангл, вот эта мыльность идет. Сочетание многих таких вот оттенков от многих ароматов, не скажу, что он прям-прям супер уникальный. Да, интересный, да, носить его можно, но, наверное, я бы его еще разносила. Как бы такой сразу любви не случилось, что, о, хочу, вот мне надо, он прям крутой. Он классный, можно было бы, может быть, тридцаточку приобрести, чтобы он был. Его вполне себе сможешь носить, я смогу носить. Но вот стоит ли вот он своих денег? Деревяшка тут довольно-таки все равно, я считаю, что яркая. Ну, прям вот липа прям не, она натуральная, но она не прям ни моно, ни явно. Она одна из компонентов, если вы прям ищите липовый аромат, наверное, это не тот аромат. В моем понимании, многие писали, что это прям вот, вы искали, вы найдете, это прям будет вам точно. Тестируйте на вашей коже, может быть, как раз-таки липа на вашей коже будет намного ярче, чем другие ноты. Но я прям так не кайфанула от такой какой-то водички, поливашки, какого-то нектарчика, потому что аромат довольно-таки прям, я бы сказала, звонкий, яркий, средний. Ну, тем самым он становится унисекс ароматом, тем самым он охватывает большие группы людей. Многим это понравится. Очень странно, странно мыльно-цветочно, такое липово-деревяшечное звучание. Ммм, тестировали ли вы этот аромат? Понравился ли вам он? Что вы думаете об этом аромате? Я вот не уверена, хочу ли я флакончик. Всем спасибо за просмотры, за лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в новых обзорах, всем пока-пока. Вот у нее сейчас духи появились, которыми она до этого не пользовалась, видимо, чтобы не спугнуть меня. Ну, запашина ядовитая просто. Она вот так попшикалась, выходит, говорит, как тебе запах? Я говорю, мне плохо. Я больше скажу, если ты еще раз пшикнешься, мы с тараканами переедем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!